Ноябрьск-24 продолжает свою работу. Прямо сейчас о главных темах среды. Вакцинацию возобновили. Врачи снова принимают всех желающих поставить прививку против ковид. Экономия составит больше 10 тысяч рублей. Требования к туристам, возвращающимся из рубежа, ослабили. И ноябрьские выпускники побили рекорд. 82 человека стали обладателями золотой медали. В ноябрьске возобновили первый этап вакцинации против ковид-19. Со 2 июля эта процедура была недоступна, так как в городе закончился один из компонентов препарата. Прививали только тех, кто записался заранее, и кому необходим был второй компонент вакцины. 5 июля в окружной спеццентр поступила очередная партия вакцины. Ее распределили по муниципалитетам, и в среду первичная вакцинация началась. В ноябрьске работают несколько пунктов. В Зените, во взрослой поликлинике и в спеццентре. Записаться можно через госуслуги и в электронной регистратуре. Тем временем число случаев заражения ковид-19 в России за сутки выросло почти на 24 тысячи. А днем ранее в стране был поставлен антирекорд по количеству смертей. Скончались 737 пациентов с подтвержденной инфекцией. Прирост больных продолжается и на Ямале. За последние сутки коронавирус найден у 103 человек. В течение двух недель этот показатель вырос втрое. Кратно увеличилось и число больных в стационарах. Там сейчас почти 490 человек. 50 из них в тяжелом состоянии. Добавлю сегодня премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минздраву и Роспотребнадзору актуализировать модель вакцинации населения, чтобы коллективный иммунитет составил не менее 80%. На Ямале прививку поставила почти половина от всех жителей, подлежащих вакцинации. Непогода, которая накрыла на этой неделе Краснодарский край, заставила некоторых жителей Ноябрьска, которые проводят свой отпуск на юге, задуматься о возвращении домой. Так, в эпицентре катаклизмов оказалась и беременная жительница города со своими двумя детьми. Они отдыхали в гостинице Туапсинского района. Местность начало затапливать ночью, постояльцев разбудил владелец отеля. Мужчина успел эвакуировать жильцов и разместил их у себя. Все личные вещи ноябрьцев оказались затоплены водой и грязью. Сейчас остается открытым вопрос с дорогой домой. Ближайшие авиабилеты продаются только на даты в середине августа. Правила въезда россиян из-за границы упростили. Роспотребнадзор отменил двукратное тестирование на COVID-19 по возвращении в страну. Теперь анализ нужно сдать только один раз в течение трех календарных дней после прибытия. При этом привитым или переболевшим ПЦР тест вообще не потребуется. Согласно новому постановлению, россияне, привитые от коронавируса не ранее года назад, а также переболевшие инфекцией в последние шесть месяцев, въезжают в страну как в доковидные времена. Новые правила вступили в силу сегодня, 7 июля. Благодаря послаблениям для туристов, семья из двух привитых от коронавируса человек сможет сэкономить около 10 тысяч рублей. Соответственно, для многодетных семей, к примеру, из пяти человек, экономия составит уже до 20 тысяч. Правда, представители туриндустрии предупреждают, перед тем, как вылетать за границу, лучше заранее ознакомиться с правилами въезда в другую страну. Не все государства допускают въезд привитых туристов без ПЦР теста. Чаще всего сейчас, как правило, да, это Турция. То есть, если имеется в наличии сертификат вакцинации, то перед вылетом ПЦР тестовать не надо. И все? Да. А других стран как думают? Ну, это я и говорю самых популярных, да. Вот, к примеру, Мексика у нас сейчас открыто направление. Ни сертификат вакцинации, ни ПЦР тест сейчас, на данный момент, для въезда в страну не требуется. По словам турагентов, жители Ноябрьска не смущали существенные дополнительные траты на ПЦР тесты. За границу выезжали целыми семьями. Увеличилось среди туристов и количество многодетных. Кстати, почти половина ноябрьцев, которые не смогли вылететь за рубеж в 2020-м из-за закрытия границ, уже перебронировали туры на другие даты и направления. Еще около 30% ждут возврата денег, оставшиеся пока в подвешенном состоянии. Да, много людей, которые уже летали. И которым приходилось по возвращению на весь состав семьи, так как по возвращению в РФ исключений нет. Все дети, неважно какого возраста, все взрослые, обязаны были сдавать по два ПЦР теста. Люди летали, сдавали и несли большие расходы. Ямал может стать центром развития водородной энергетики. Перспектива производства экологически чистого топлива в округе рассматривается на самом высоком уровне власти. Водород способен помочь человечеству снизить выброс СО2 в атмосферу. Возобновляемая энергетика производит так называемый зеленый водород, чтобы он заменял дизель на транспорт тем природный газ в отоплении и уголь в металлургии. В Европе на смену локомотивам уже приходят поезда, работающие на экологичном топливе. Вместо выхлопов получается вода. Ямал является одним из потенциальных регионов, одной из потенциальных площадок, потому что Ямал является регионом, где наибольшие запасы газа. Поэтому вполне логично производить водород из метана и при этом иметь месторождение отработанное или же пласт, который можно закачивать СО2 для того, чтобы снизить выбросы. То есть это некий такой синергический эффект. Однако из-за удаленности Ямала транспортировка водорода сопряжена с высокой себестоимостью. Сейчас наука работает над тем, чтобы снизить стоимость доставки этого топлива, отметил заместитель министра энергетики Павел Сорокин. На Ямале стартовал второй этап записи в первый класс. Теперь заявления могут подавать семьи, которые не живут на закрепленной за школой территории. То есть направить документы в конкретные образовательные учреждения могут все желающие. Главное условие – наличие свободных мест. Эту информацию можно найти на официальных сайтах школ. Прием заявлений на этом этапе продолжится до 5 сентября. Документы можно подать на портале Е-услуги образования в ближайшем отделении МФЦ, либо отправить по почте заказным письмом. Заявитель также может обратиться в школу лично или через электронную почту. К новому учебному году семьи, где и школьники, получат по 10 тысяч рублей. Касса единовременной выплаты на детей подписал Владимир Путин. Эта мера поддержки рассчитана на каждого ученика в возрасте от 6 до 18 лет. На 6-летнего ребенка 10 тысяч выплатят даже в том случае, если он не идет в школу в 2021 году. Выплата также положена лицам с ограниченными возможностями здоровья, если им от 18 до 23 лет, и они обучаются по общеобразовательным программам. При этом уровень дохода семьи не важен. Для назначения выплаты нужно будет подать заявление. Прием начнется с 15 июля на портале Госуслуги. В Ноябрьске сегодня наградили последних выпускников-отличников. 27 ребят получили свои золотые медали. Это награждение стало заключительным в этом году. Торжественное мероприятие пришлось разбивать на несколько дней. Связано это в том числе и с эпид-обстановкой. Традиционно среди лидеров по количеству медалистов седьмая школа в этом году порадовала и школа номер 12. Награду за особые успехи в учении выдают не только по результатам 11-летнего обучения. Ребятам нужно было выполнить еще ряд требований. Для того, чтобы получить медаль, необходимо было сдать обязательно русский язык не менее чем на 70 баллов, если ребенок выбирал единый государственный экзамен как форму проведения итоговой аттестации. И обязательно нужно было преодолеть порог по всем тем предметам, которые он выбирал для сдачи в качестве предметов по выбору. Безусловно, конечно, это сложный момент. И, наверное, больше это не от родителей зависит, а от целеустремленности самого ребенка. Поэтому родители, они как направление в жизни дают четкое понимание, куда идти. А ребенок сам должен выбрать свою дальнейшую профессию, свою дальнейшую жизнь, как он себя поведет в будущем. Поэтому это заслуга больше в степени ребенка. Двое спортсменов из Ноябрьска получили звание мастера спорта. Александр Коропов и Тимофей Фазлы – воспитанники школы Олимпийского резерва «Альтис». Александр – тяжелоатлет. Его личный рекорд – 307 килограммов в сумме двоеборья. Тимофей занимается восточным боевым единоборством «Сятакан» с четырех лет. Самые большие победы – призовые места на чемпионатах Европы и мира. В 2019 году в Португалии Тимофей завоевал серебро. В планах получить главный трофей – золото. Но это уже после поступления в ВУЗ, говорит юноша. Сейчас в приоритете учеба и получение высшего образования. Это большой успех. Не только мой, моих тренеров, моей семьи, все, кто мне помогал. Естественно, я очень рад, потому что я считаю это очень круто, это классное достижение. Но я не буду на этом останавливаться. Дальше только больше. Тренер Тимофея Фазлы Дмитрий Ткаченко в его карьере – это второй воспитанник, получивший звание мастера спорта. Тимофей вообще сам по себе очень уникальный спортсмен. Его отличает, как бы вам сказать, такая целеустремленность и дикая трудоспособность. И каждый спортсмен достигает мастера спорта. Поэтому это очень такое серьезное достижение. За их жизнью, следя тысячу подписчиков по всей стране, они успевают совмещать семью и соцсети. О том, как сегодня живут ямальские мамы-блогеры, и почему однажды они начали вести свои аккаунты, и легко ли это на самом деле, и почему не все родственники поддержали блогеров, об этом и не только смотрите сразу после выпуска новостей. Всем привет! Меня зовут Яна, и я – бокал полусладком. Я начала вести свой блог в 2018 году, и началось все достаточно банально. Я вышла в декрет и искала, как извлечь из этого пользу. Мамочек-блогеров в тот момент уже было достаточно много, ну и, конечно, я подумала, а чем я хуже? Я же тоже могу рассказывать об этом. И начала, начала писать посты, писать свои мысли, рассказывать о каком-то своем опыте. Координатором движения «Волонтеры-медики» в Уральском федеральном округе стала Милана Зундукаева. Все это время девушка курировала движение на Ямале. Но, по словам волонтера, наш округ она не оставит, просто зона ответственности станет больше. Документы о назначении северянки подписала председатель всероссийского движения Мария Якунчикова. Активисты развивают медицинское добровольство в абсолютно каждом регионе страны. Помощь волонтеров-медиков, в том числе на Ямале, стала особенно ощутима в пандемию. Добровольцы помогают в больницах, разводят лекарства, помогают с вакцинацией. Это далеко не весь список. И проделанная работа самой Миланы и ее команды колоссальная. Я не думаю, что на Ямале что-то кардинально поменяется. У нас будут масштабные проекты, которые мы будем развивать уже на всем Уральском федеральном округе. И это, наверное, единственное. Хотя мы и так взаимодействуем, но теперь это будет более систематизированная работа совместно со всем Уралом. В моей зоне ответственности это шесть регионов, которые я буду вести. Самый большой из них это, как мы знаем, Свердловская область. Сборная Италии пробилась в финал чемпионата Европы по футболу, обыграв испанцев. И впервые за 9 лет получила шанс выиграть главный европейский турнир. Первый тайм закончился без голов 0-0. В начале второго нападающий Италии открыл счет, но уже через 15 минут испанцы его сравняли. Основное время матча закончилось цифрами 1-1 на табло, а в дополнительное время голов не было. Команды решали судьбу путевки в финал уже в серии послематчевых пенальти. Итальянцы были более удачливы. Как итог 4-2 и Италия проходит дальше. Еще больше новостей на сайте ноябрьск24.ру и в официальных аккаунтах телеканала в социальных сетях. Продолжение следует...